Всем привет! С вами Дмитрий, канал CrazyMotion И сегодня наконец-то у меня военные фигурки Значит, перед тем, как я их открою, пару слов Естественно, про Сталкера Замучили меня этим вопросом Ребята, у меня не канал про Сталкера У меня канал анимаций и обзоров Поэтому Сталкер будет в свою очередь Было две серии, теперь очередь других проектов Когда выйдет несколько других мультфильмов Потом я снова вернусь к Сталкеру Поэтому, ну, я даже не знаю, когда уже наконец-то люди поймут Что здесь не будет Сталкера регулярно Особенно его не будет Мне нравятся эти сообщения, типа Чувак, пожалуйста, умоляю, завтра выложи Сталкера Да как я его выложу, когда я даже не начинал еще делать И в ближайшее время и не буду начинать Вот, поэтому я считаю, что тема Сталкера пока закрыта Вообще, я бы, конечно, хотел, чтобы у меня на канале остались подписчики Которые смотрят не только Сталкер, но и все остальное Потому что только Сталкер, ну, это абсолютно нецелесообразно мне делать И не интересно все-таки Вот, одним Сталкером ограничиваться Так, ладно, это немножко накипело Потому что, как бы, люди не совсем понимают Когда они спрашивают регулярно Что они, собственно, хотят Ну и теперь к теме сегодняшнего видео У меня пак с Алиэкспресса Не так давно вышел очень интересный пак Поштучный с фигурками Не поштучный, а там было 8 фигурок Из разных стран по Второй мировой войне Ну а теперь вышел расширенный пак Когда фигурки были не одни А давайте посмотрим Сейчас все соберу Тут, кстати, есть и редкие, точнее, уникальные фигурки французов И очень крутые советские торсики по типу Брикмания Ну, давайте посмотрим Сейчас соберу и посмотрим Итак, собрал я фигурки Значит, у нас получается 8 стран Набор, который показывает 8 стран Участвовавших во Второй мировой войне Ну и это, знаете, можно назвать такой Как у Лего есть пак начинающий Стартер пак Ну и давайте начнем мы с китайцев Фигурки не самые любимые в Лего сообществе Ну, те, кто увлекается военной тематикой Но все-таки они вот такие вот есть Итак, первые китайцы Значит, как вы уже заметили Каждая страна представлена тремя солдатами Все они близнецы У всех одинаковые совершенно лица Одна эмоция Сзади ничего нет Собственно, сзади нет ничего Не только на лице, на голове Но и на торсике Торсик сзади пустой Принц спереди в данном случае Достаточно примитивный, можно сказать Китайцы есть Китайские солдаты есть и получше В других наборах Ну, просто представленные И как бы хорошо Вот такие вот зеленые китайские солдаты В немецком шлеме Были в период Второй мировой войны Значит, это у нас первая страна Следующая страна, представленная у нас В наборе, это Япония Причем, ребят, Япония Начинается с буквы Я Периодически, когда я в комментариях вижу Когда пишут Япония У меня реально начинает течь кровь из глаз Хочется вот взять словарь и подарить Но у меня словарей на всех не хватит Поэтому умоляю, запомните Что Япония пишется через Я Японец через Я Японская армия тоже через Я Так, значит Японец у нас идет в кепке Все три близнеца идут в кепках Сзади ничего На голове ничего Сзади Лица такие, типа, с ухмылкой И, кстати, лица, знаете, у всех уникальные Я имею в виду, у каждой страны свое лицо Повторяющихся нет У китайца одно, у японца другое Американца, итальянца, русского Там всех отличаются Так, торсик В принципе, цвет неплохой Вот я не могу понять, как камера передает Мне кажется, он в зеленоватый цвет Отдает на камере А в реальной жизни он такой бежевый Посмотрим, как будет на компьютере Но он больше в бежевый И сам принт, сам рисунок Очень даже качественный И хороший То есть японец мне нравится Единственное, что Сама кепка мне не очень Я бы хотел, может быть, каску Или, ну, чтобы у нее там ткань висела Ну, ткань можно самому сделать Короче, японец хороший Мне для коллекции подойдет Для будущей войны на Тихом океане Сгодится А вот и первая новинка То, чего китайцы раньше никогда не делали Это у нас итальянцы То есть то, что называется классические фашисты Значит, солдаты идут с синими подсумками Красными немного такими ремнями Ну, да, бордовые галстучки у них Такие, они все модные Такие, фэшн май профэшн Каски больше на М1 похожи Ну, и в целом хорошая фигурка На ногах видны ботинки Что-то вроде портянок То есть принт на ногах есть Это хорошо Не знаю, куда их применить Потому что итальянцев у меня еще не было Это вот первые три итальянца Которые у меня затесались В моей военной коллекции Просто будут, вот как факт Что есть три итальянских фашиста Настоящих на Вторую мировую войну Ну, а теперь давайте посмотрим Настоящих фашистов Ну, то есть, на самом деле Это они нацисты Фашисты это итальянцы А нацисты это немцы Но, как так история сложилась Что у нас в обществе Да и во всех военных фильмах Еще советского периода Начали немцев называть фашистами Хотя это не совсем верно Так это название и закрепилось Так вот, фашисты у нас Представлены также в количестве трех человек Фигурка с лицом Вот лямка такая От шлема Хорошо выглядит И принт на торсике Очень даже достойный Хорошая немецкая форма Немножко, может быть, плохо Что отливает вот серебром Слишком ярко Больше матовый оттенок Мне кажется, подошел бы Ну, так, хороший шлем Хорошие три немца очередные будут Которые где-то у меня будут Наверняка воевать Британцы Ребята, которые в пять часов Идут пить чай Значит, по британцам Что я могу сказать Что-то у них кепки закрывают Их лица не видно У всех лиц одинаково Такая вот бородатая Тоже с лямкой С такой Несколько ожесточенной Физиономией Значит Торсик хороший Торсики мне нравятся Для британцев идеально подойдут Минус только один У них Просто много фигурок Много солдат Оружие в других наборах Отдельно Этого всего добра хватает И дешевое И дорогое В основном дешевое, конечно На Китае На Алиэкспрессе Вот Здесь именно пак Для пополнения Такой вот Общей коллекции Солдатиков На Вторую мировую Так Американцы Значит, американцы Здесь у нас Идут с принтованным Лицом Ну, я имею ввиду Что вот Индейский рисунок Такой Не секрет Что Перед высадкой В Нормандии Многие Десантники Брили себе Головы Как индейцы И ракезы себе делали И лица Разукрашивали Как индейцы Такой вот У них обряд Короче Переняли они От индейцев Ну и Сам торсик В целом Удачный Торсик явно Десантника Конечно На плече Хотелось бы увидеть Значок Какой-нибудь там 82-й Воздушной дивизии Но Не сделали Они принтов Не суть Значит Торсик В целом Очень хороший Картинка Грамотная Но Цвет Вот Ужасный Потому что Под сумки Ядовитый Кислотно Такого Зеленого цвета Это Ну Совершенно Неудачное решение И В мультике Вот на первый план Я бы его Все-таки Не ставил Этот зеленый цвет Он немножко Даже раздражает Плюс На ногах Они тоже Забабахли Вот этот вот Ядовито-зеленый оттенок На ногах Может быть Даже вообще Я думаю Стереть Оставить только Принт-ботинок Но С под сумками Ничего не сделаешь Они Останутся Зелеными Это конечно Была большая глупость Почему Зачем Такой ярко-зеленый цвет Испортили Взяли фигурку Но В целом Она хорошая На заднем фоне Просто бегать Как бы Может Не проблема Но В глаза бросается Так Это были американцы Итак Друзья У нас Атос Портос И Арамис И у них Есть рекомендательные Письма К Де Тревилю Это французы Впервые В истории Алиэкспресса Они напечатали Французов Ну собственно Как бы Итальянцев Тоже они впервые Напечатали В общем Две большие новинки В этом паке Это французы И итальянцы Которых раньше Никогда не было Французы На вторую мировую Я вот не знаю Можно ли использовать Эти же фигурки На первую мировую Мне кажется Что Можно Значит Французы У нас идут С усиками Такими Немножко Рыжеватыми Нормально В принципе Лицо Плохой Хороший Жалко Что шлем Не дали Металлический Дали Тоже Кепку Как у британцев Не понял Почему Но Я как человек Запасливый Не знаю Подойдет Или нет Я на алиэкспрессе Купил Так Сейчас Секунду Приклеился У меня Купил 10 Вот таких Пожарных Касок И Есть у меня Подозрение Что Такие Пожарные Каски Могут Подойти Французам В качестве Шлема И на первую Мировую И на вторую Мне кажется Что прокатит Вот Короче 10 таких Касок Я купил Они дешевые Продаются Краспаками По 10 штук Ну и Я подумал Что может Отличный шлем Получиться Мне кажется Я не сильно Прогадал На самом деле Я брал Для другого Я брал Для того Чтобы попытаться Сделать Французских Керасир Для Войны 1812 года Немножко Топорная Работа Многие Будут плеваться Но у меня Как бы Выбора Нет Я не кастомизатор Мне надо По-быстрому Чтобы было Раз мне никто не делает Буду делать сам Вот Такой у меня Получился Керасир Кстати Броню тоже На Али брал Вот Ну и Я так подумал Что вот эти Каски Отлично Сделают французов Так что Может быть Даже когда-нибудь И с французами Фильм Запилим Но в данном наборе У нас идут Вот такие вот Кепки Итак Встречайте Атос Портос Арамис И они Отправляются За подвесками Ну и Долгожданный Советский Торсик Который Все очень Очень Хотят Увидеть На Алиэкспрессе В поштучной Продаже Ну или Хотя бы Паком Чтобы конкретно Были именно Советские Солдаты Но нет Пока Вот Все торсики Которые Удачные Все продаются Только В довесок К другим Наборам В данном случае Чтобы получить Три таких Шикарных Торсика Советского Солдата Нужно Купить Еще Немцев Итальянцев Китайцев Французов В общем Всю Мировую Гвардию Значит У нас Есть Принт На ногах Даже У солдатиков С Брикмани Нет Принта На ногах И Сам Торсик Полностью Слизан С Ситизен Брика Они делали Таким По-моему Ситизен Брика Как раз Именно с таким Торсиком Очень хороший Торсик Под сумки Рубашка Все очень Здорово Сзади Правда Ничего нет Но это Не страшно Каска Серая М1 Тоже ерунда Я уже на Алиэкспрессе Много советских Касок Купил Подходящих Лицо Одностороннее И лицо Такое Непонятное То ли Человек Который Кричит Ура В атаку И с таким Лицом Бежит В атаку Перекошенным По обстановке Вот В целом Просто шикарный Торсик Советского Солдата Повторюсь Дико Жалко Что нет В поштучной Продаже Только Вот В такой Куче Вы можете Купить Три Советских Воина Хорошо Если у вас Есть друзья Увлекающиеся Тоже Этой Военной Тематикой Либо Если вы Занимаетесь Торговлей То можете Купить Три Четыре Таких Больших Набора Остальные Фигурки Распродать А советских Ну что друзья Вот я вам Показал Пак Из Восьми Двадцати Четырех Фигурок Восемь Стран В каждой Стране По Три Фигурки Близнеца Я бы сказал Что это Замечательный Начинающий Пак Для тех Кто хочет Собирать Фигурки На Вторую Мировую Хочет Делать Свои Армии Свои Мультфильмы Сценки Здесь вам Практически Все Основные Страны Участвовавшие В конфликте Ну и Можно Давать Шлем От Китайцев И у вас Будут Еще Дополнительные Три Немца Вот уже Шесть Немцев В комплекте Японцы Точно Так же Легко Получают Шлем Допустим От тех Же Итальянцев И Получаются Советскими Солдатами Вот У вас Шесть Советских Солдат Так что Купив Этот Пак Вы В принципе Даже Получаете Сразу Некую Армию Из Советских Солдат И С Немцев Вот Уже Можете Воевать А в коллекции У вас Еще Будут Американцы Британцы Французы И Китайцы Китайцы Кстати В их Зеленой Форме Можете Как Немцев Использовать Вот Не Совсем Аутентично Но В теории Возможно Ладно Все На сегодня Буду Завершать Просто Шикарный Пак Очень Порадовало Качество Принтов Ну И Конечно Очень Хотелось Увидеть В По штучной Продаже Вот Такого Советского Бойца Но Очень Сильно Сомневаюсь Что-то Китайцы Упорно Не Хотят Этого Делать А Также Я знаю Что На Алиэкспресс Есть Абсолютно Такой Пак 8 Стран Все Те же Самые Но Который Состоит Из Командиров То Командиры Для Каждой Из Этих Армий Может Я Тоже Как Нибудь Возьму Для Обзора Все Ссылка В описании Смотрите Кому Нужно И До Ном Встреч На Канале Всем Счастливо Пока